Под председательством главы Калмыкии Батухасикова состоялось заседание Координационного совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В мероприятии приняли участие представители трех конфессий, Министерств ведомств, молодежных и общественных организаций. На сегодняшний день на территории Калмыкии мирно проживают представители 95 народов и национальности. В своем обращении глава Калмыкии сказал, что наша страна соседалась вокруг ценности многонациональной гармонии, а это является важнейшей основой консолидации. Стремление знать нашу историю, там где надо ее отстаивать, защищать, это, скажем, один из тех факторов, которые формируют консолидацию дружбы между разными конфессиями и разными народами. И, безусловно, важно вновь и вновь повторять, что в этом как раз и заключается сила и уникальность нашего государства, Российской Федерации. В своем выступлении председатель правительства Калмыкии Геляна Басханжиева отметила, что на дне региона в рамках выставки форума «Россия» приняли участие представители трех конфессий, которые говорили о единении, мире, традиционных ценностях и взаимоуважении. Основная цель и задача нашего павильона – это показать не только развитие экономики и современное состояние нашей республики, но и, конечно же, динамику, перспективные цели развития. И та духовная составляющая, тот межконфессиональный мир, который присутствует у нас, и долгое время является одной из важных традиционных ценностей нашего общества. С докладом выступила министр культуры и туризма Калмыкии Саглара Сурбеева. В 2023 году было проведено 15 заседаний консультативных советов, на которых рассмотрено около 100 вопросов, касающихся обеспечения межнационального мира и согласия. Также, по словам министра, Калмыкия как национальный регион демонстрирует наличие стабильных межнациональных отношений, которые благоприятно влияют на развитие межэтнических процессов и консолидации всех этнических групп. На территории республики проживают представители более 95 национальностей и трех мировых религий, буддизма, христианства и ислама. Национальное и этническое многообразие республики представляет 8 зарегистрированных национально-культурных объединений и 3 национально-культурных центра. Республика Калмыкия занимает демидирующие позиции в социальных опросах по позитивной оценке межнациональных отношений среди студентов Российской Федерации. В рамках заседания была создана межведомственная рабочая группа по координации деятельности по защите традиционных ценностей в рамках исполнения указа президента страны. Правильное знание и правильное толкование традиционных ценностей, духовных и нравственных ценностей – это самый главный залог того, что у нас не будут распространяться ни в поводу экстремизма и так далее и тому подобное. И навязывание посторонних других ценностей. Потому что если у нас самих и у подрастающего поколения этого не будет, то тогда, конечно, внешнее то, что пропагандируется, оно будет заполняться. Поддерживаем создание рабочей группы по защите традиционных духовных ценностей. Вообще этот указ президента 809-й вызвал большой ажиотаж православной общественности России. На него возлагается много надежд. Подобные структуры в органах исполнения власти они создаются и в других субъектах Российской Федерации. Эта структура позволит нам систематизировать работу нашу, которую мы и так ведем, хорошо и успешно. И увидеть какие-то недостатки, и позволит нам взаимодействовать более быстро, более оперативно. Продолжение следует...